В начале декабря 2023 года Нацгвардии Украины в Херсонской области уничтожен российский ЗРК С-350 Витязь. При этом была поражена не только пусковая установка комплекса, но и его самая ценная часть радиолокационная станция. Эта система является одной из новейших во всей российской ПВО на данный момент. Стоимость только пусковой С-350 составляет 135 миллионов долларов, что делает ее самой дорогой уничтоженной ФПВ дроном целью после уничтожения ЗРК ТОР. С-350 – зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности, предназначенный для точечной защиты от самолетов и высокоточных атак. Он разработан компанией «Алмаз-Антей», как замена С-300ПС, сделанного еще в начале 1980-х годах. Работа над зенитно-ракетным комплексом началась с 2007 года, через 6 лет он прошел первое испытание. Новейший ЗРК С-350 был принят на вооружение в 2020 году, как замена для БУК М1, 2 и С-300ПС. С-350 «Витязь» применяется для уничтожения вражеских объектов, БПЛ, ракет, аэродинамических и баллистических целей на расстоянии до 60 километров. По информации производителя «Витязя», в случае появления баллистических целей, зенитно-ракетный комплекс имеет зону поражения 30 километров по и 25 километров по высоте. Возможности зональной обороны С-350 позволят предложить защиту критическим объектам инфраструктуры или целям вблизи военных баз, узлов инфраструктуры и так далее. Одновременно система может обнаруживать и сопровождать до 40 целей, поражая 8 из них двумя ракетами на цель. На одном шасси содержится пусковая установка на 12 ракет 9М96Е или двумя ракетами 9М100. Как пишет производитель ЗРК, максимальное количество одновременно запущенных ракет – 32 единицы. Время приведения средств в боевую готовность с марша – 5 минут. В отличие от С-300ПС и панцирей, ранее использовавшихся для обороны российских военных баз, С-350 имеет преимущество стрельбы ракетами, оптимизированными для боевых действий на большом или среднем расстоянии, а также для точечной обороны. Комплекс состоит из одного пункта боевого управления для управления многофункциональными радиолокаторами и пусковыми установками двух многофункциональных РЛС до восьми самоходных пусковых установок для транспортировки, хранения, автоматической предстартовой подготовки и пуска зенитных управляемых ракет.